Это сейчас, благодаря жаркой погоде, дорога подсохла и хоть как-то можно пройти. А буквально пару месяцев назад и двух шагов невозможно было сделать, чтобы не залезть в грязь. Резиновые сапоги были в гардеробе каждого жителя улицы Тихая в Михайловке. Терпению пришел конец. Соседи решили взять дело в свои руки и подали заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. Единогласно все решили участвовать, все активно начали помогать. Все единогласно решили, никто не был против. Собрав документы, мы поняли, какая сумма требуется, смету увидели. От этого шли, какой ширины дороги, длина дороги, чтобы было все приемлемо, чтобы могли все оплатить эту сумму, так как это идет софинансирование. Жители заявили о готовности софинансирования 15% от сметы. Получилось по 15 тысяч рублей с каждого дома. Озвученная сумма даже не оспаривалась. Все единогласно поддержали инициативу не по ремонту, а именно по строительству дороги практически с нуля. У нас, так как здесь болотистое место, мы решили не просто гравить, щебень там делать, а именно по полной программе, как по правилам. Я считаю, что эта сумма небольшая, в принципе, все возможно, так как у нас проблема очень сильно насыщенная. Детей много, у нас половина жителей нашей улицы – это дети. Детям приходится выходить, играть на асфальтированную дорогу, это выходить на соседнюю улицу. Это примерно человек 20 играет на соседнюю улицу, потому что здесь играть невозможно. Даже в сухую погоду, даже на велосипедах здесь проехать очень тяжело. Оформив все необходимые документы, жители с нетерпением ждали результатов рассмотрения проектов Республиканской конкурсной комиссии. На днях они получили радостную весть. Их инициатива прошла в список победителей. Стоит отметить, что в этом году конкуренция была очень высокая. Жителями города было инициировано порядка 83 проектов, из которых Республиканская конкурсная комиссия признана победителем 42 проекта. На общей стоимости более 53 миллионов рублей, на которые мы планируем привлечь субсидию Республики Башкатстан 35 миллионов рублей. Кроме ремонта дорог, в рамках реализации программы в городском округе установят спортивные площадки, заменят окна в детских садах, проведут благоустройство территорий и ремонт фасадов социальных объектов. До конца мая участникам предстоит выполнить свои финансовые обязательства и собрать указанные суммы. После этого начнется подготовка технической документации, торги и нефтекамцы приступят к долгожданной реализации своих проектов. Марина Медвинская, Валерий Зазулин. Время новостей.